В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во Дворце культуры города Видное прошел форум «Волонтеры-2021». Смотришь, кто вокруг тебя, восхищаешься, и то есть понимаешь, что есть еще к чему стремиться. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу исполнили мечту 10-летнего мальчика. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы никогда не болели. В одном из кинологических центров муниципалитета прошел экзамен на сдачу общего курса дрессировки. Он стал более послушный, стал как бы откликаться на команды. Во Дворце культуры города Видное прошел форум «Волонтеры-2021» Ленинского городского округа. На повестке дня – обмен опытом, принятие важных решений, награждение особо отличившихся и старт ежегодной благотворительной акции «Исполни детскую мечту». С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Они молоды, энергичны, бескорыстны и готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Оглядывая концертный зал Дворца культуры города Видное, понимаешь, таких людей в Ленинском городском округе очень много. Все они – участники молодежного форума «Волонтеры-2021». Ольга Олеговна, здравствуйте. Меня зовут Айбек, я из волонтерского корпуса Ленинского района. Вы оставляли заявку на помощь. Задача таких форумов – подвести итоги работы за год, обменяться опытом, а также поблагодарить тех, кто особенно плодотворно потрудился. Благодарственные письма главы Ленинского городского округа в этот день получили более 30 волонтеров, среди награжденных преподавателем БО «Энергия» Наталья Обухова. В течение двух лет она бескорыстно помогает медикам и пожилым жителям униципалитета. Приятно было очень, конечно, так волнительно. То есть со сцены было сказано очень много таких добрых слов, благодарности всем людям. То есть смотришь, кто вокруг тебя, восхищаешься и понимаешь, что есть еще к чему стремиться и что помощь нужна все равно и будет нужна. А заместитель директора Витамской школы номер 10 Александр Афанасьев получил награду за труд всего волонтерского отряда, состоящего из 30 юных добровольцев. У нас четыре направления курируемой работы. Первое – это экологическое воспитание. Мы принимаем активное участие во всех экологических мероприятиях района, собираем макулатуру, крышки, батарейки, помогаем нашему приюту для животных. Это надо воспитывать как норму с самого детства. Когда мы учимся помогать другим окружающим с юных лет, потом во взрослом, это становится той нормой, которой нам, к сожалению, в обществе сейчас не хватает. Также на форуме были подведены итоги конкурса школьных средств массовой информации, организованного по инициативе общественной палаты. А затем волонтеры дали старт вручению новогодних подарков, собранных в ходе акции «Исполнить детскую мечту». Напомним, что еще в ноябре главный Дед Мороз округа собрал 82 письма с новогодними пожеланиями от детей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое. Еще раз приятно, что заботится о наших детях с инвалидностью. Это очень приятно. Подарки для ребят вместе с Дедом Морозом собирали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной думы Владимир Жук, глава округа Алексей Спаский, заместители главы администрации, муниципальные депутаты и предприниматели. Все новогодние презенты будут вручены адресатам в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. И в продолжение темы. Сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу исполнили мечту 10-летнего мальчика, который очень хочет стать полицейским. Школьник написал Деду Морозу письмо, в котором пожелал посидеть в служебной машине. Но на этом правоохранители не остановились. О подарках и впечатлениях юного мечтателя в репортаже Юлии Погасьян. Это утро наш герой не забудет никогда, ведь именно сегодня исполнилась мечта юного Матвея Филатова. Школьник очень хочет стать полицейским. Смотрит тематические фильмы, играет служителя закона. А мечта родилась как? Ну, потому что вроде бы материальные все мечты, они и так у него сбываются. А была мечта такая, чтобы побывать на экскурсии в управлении. Написал письмо и поручил маме передать его Деду Морозу. Юлия Филатова в свою очередь обратилась в социальную защиту, где перед Новым годом традиционно проводят акцию «Исполни детскую мечту». На обращение отреагировали сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу и организовали для ребенка увлекательную игру в полицейского. У нас впервые мальчик так написал письмо. И начальник ОВТ как бы очень трогательно к этому подошел. И со всеми переживаниями думал, что прошло все прекрасно. Но я думаю, что мы исполнили мечту мальчика. Я думаю, что ему очень все понравилось. Заветным желанием Матвея было проехать на полицейской машине с мигалками. Осуществил мальчик мечту сполна. Сотрудники госавтоинспекции провезли школьника по улицам города Видное и доставили в управление, где нашего героя уже ждали кинологи. Они познакомили будущего коллегу со всеми нюансами работы полицейских собаками и вручили предновогодний подарок. Мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом и хотим тебе пожелать всего самого наилучшего. Еще одной неожиданностью для Матвея стало посещение дежурной части, где полицейские рассказали мальчику об оперативной работе сотрудников управления. Мне понравилось это делать и кататься на машине до этого полицейского участка. Мне очень понравилось смотреть на собак. Я очень рад, что у меня оказались вот такой подарок и подарки в пакете. В завершении экскурсии с наступающим Новым годом нашего героя поздравили представители Общественного совета при МВД, которые приняли непосредственное участие в исполнении мечты школьника. Мне очень отрадно видеть, что очень сознательный парень для 10 лет. Он говорит, как настоящий такой полицейский. Я думаю, что такие полицейские должны быть. И вот показать подрастающему поколению, как это все работает, здесь очень правильно и нужно. Сотрудники управления планируют продолжить эту новую традицию и исполнять мечты детей, которые хотят служить в полиции. Юлия Погасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Сотрудники госавтоинспекции провели совместный рейд со студентами колледжа Московия. В рамках профилактического мероприятия водителям и пешеходам напомнили о необходимости быть внимательными на проезжей части. Подробнее в нашем следующем сюжете. Профилактический рейд был организован на нерегулируемом пешеходном переходе, который расположен возле колледжа Московия в поселке Развилка. Студенты пользуются им, чтобы пройти к образовательному учреждению. Первокурсник Дмитрий считает, что такие мероприятия по безопасности нужно проводить как можно чаще. Важно образовать людей, водителей, которые ездят. Это очень важно, потому что очень много аварий случается в вине. В рамках акции учащиеся колледжа вышли с плакатами, призывающими водителей быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам. Яркие надписи были выполнены из световозвращающих элементов. Самая главная сейчас задача наша, чтобы наездов на пешеходов было как можно меньше. А для этого мы привлекаем внимание и пешеходов, и водителей к теме безопасности на дорогах. Также студенты вместе с инспекторами ГИБДД раздавали информационные листовки водителям. Я считаю, что очень важно, потому что все-таки пешеходы подходят прямо перед колледжем, и поэтому жизнь студентов важнее всего, и поэтому нужно понимать часть этих акций. А водителям мы сегодня вручаем листовочки. «Засветись» называется акция, потому что там как раз напоминается о том, как нужно себя вести. Подобные профилактические акции вблизи образовательных учреждений сотрудники госавтоинспекции проводят на регулярной основе. Десятки собак самых различных пород – от корги до кавказских овчарок. В одном из кинологических центров муниципалитета прошел экзамен на сдачу общего курса дрессировки. Наша съемочная группа с удовольствием наблюдала за умными и воспитанными четвероногими. Ко мне рядом место сидеть, лежать, стоять. Десятки различных команд, а также умение приносить предметы и преодолевать препятствия. На базе одного из кинологических центров муниципалитета прошел экзамен по курсу общей дрессировки. Собаки демонстрировали свои лучшие навыки. Приходить сюда нужно для того, чтобы научиться со своей собакой работать, жить и быть безопасным на улице. Никого не раздражать, чтобы собака никого не обижала, не была опасной, непослушной, чтобы собака была корректной. Собака мечты. Так о своем любимце Дарке говорит его хозяин Вячеслав Ильющенко. Для молодого человека это первая немецкая овчарка в жизни. И вопрос, отдавать ли питомца на ОКД, даже не стоял. Он стал более послушный, стал как бы откликаться на команды, которые ему дает. То есть, если раньше, когда он щенок был, ему было вообще без разницы все, что там ты говоришь. Сейчас он как бы рядом ходит, смотрит на тебя. Мы уже как бы друг дружку понимаем. Наталья Фомина, взявшая свою собаку с улицы, приводит ее на занятия уже больше полугода. Метист Джек с радостью занимается и выполняет различные команды. Немцы, они очень многие требуют регулярных занятий. И даже если ты сдал экзамен, ты не знаешь, что у тебя закончилось занятие. Потому что это рабочие собаки, им для мозгов нужно занятие. С вопросом дрессировки четвероногих лучше не затягивать. И начинать курс желательно пораньше. Можно прямо с щенячьего возраста. Породы любые, от корги до кавказских овчарок. Если мы говорим об общем курсе дрессировки, он рассчитан где-то на пять месяцев. То есть надо набраться сил, желания и каждую неделю трудиться. И результат не заставит себя ждать. Рядом будет умный и воспитанный друг. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В преддверии новогодних праздников многие уже задумываются, где приобрести подарки для близких, купить продукты к новогоднему столу и обзавестись елкой. И желательно при этом сэкономить. Наш корреспондент Максим Козлов, кажется, нашел вариант, где решить все эти задачи можно одновременно. Есть прекрасная возможность никуда не выезжая из видного и подарок купить, и продукты к новогоднему столу, и елку. И сделать это максимально комфортно, ведь теперь ярмарка у кинотеатра «Искра» организуется в крытом павильоне. На улице мороз, подходили, все посмотрели. Даже желания нет у них раздеваться, мерить что-то. А здесь спокойно подошли, померили, посмотрели, понравились, купили, не понравились, пошли подумать. Как известно, лучший подарок – рукодельный эксклюзив. Нина Васильевна Сухоруких приехала из Вологды, и все, что продает, делает своими руками. Выбор у нее на самый притязательный вкус, и цены весьма демократичные. Я занимаюсь этими вещами с детства. У меня родители крестьяне. Мы пряли, вязали. Они создают тепло, уют, комфорт. И это ручная работа. Вызывают интерес покупателей вот такие более традиционные подарки. Плюс такого выбора можно найти как довольно представительный экспонат, так и, на первый взгляд, простой, но весьма очаровательный подарок, на котором будет изображен символ года. Уже сейчас именно такие изделия пользуются большим спросом. У меня, например, в основном берут фарфор, подставки под телефон, панно с тиграми. Ну и побогаче подарки тоже хотят. И ключницы берут, и картины. Ну, правильно я понимаю, что самый, наверное, популярный образ такой – это все-таки тигр? Конечно, тигра. Помимо традиционных салатов, главным украшением новогоднего стола являются мандарины. Впрочем, продавцы отмечают, что все большей популярностью пользуются экзотические фрукты. Привезли экзотику, манго берут нормально люди, уже берут к празднику. То есть еще до нового года недели мандарин набирают, яблоки берут, им это нравится. Абхазские мандарины торгуем до марта месяца. Ими начинаем под Новый год и торгуем только чисто абхазские. Никакой импорта нет. Екатерина Кучерявых приехала из Беларуси. Их организация торгует фермерскими товарами. Она также отмечает, что народ начал активно закупаться к новогодним праздникам. Мясо покупают. Сало очень любят здесь, в этом городе. Сало тут полюбляют. А так понемножку всего берут. Сырочек, маслица очень любят. Мы их уже приучили к нашему маслу хорошему. И они его употребляют, приходят берут. Ну и куда же без новогодней красавицы? По всему Ленинскому городскому округу открыты елочные базары. Один из них расположился прямо здесь, рядом с ярмаркой. Чем люди больше всего интересуются? Больше, елки больше всего интересуют ель, сосна и пихта. И маленькие тоже интересуют. Ну в районе метра, метр-полтора вот так. Самый кулер? Да, метр-метр-полтора. Ну сейчас вот народ активно берет или пока только интересует? Пока только интересуется ценник, по чем, сколько стоит и так далее. Ну вот средняя цена какая елки? Средняя цена 700 рублей в метр. Готовитесь к новогоднему празднику, но нет ни времени, ни желания бегать по многочисленным магазинам? Тогда вам сюда, на ярмарку и искры. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.